Если вы научитесь быть центрированными и жить спонтанно, жить одним моментом, то вы обнаружите, что все само заботится о себе, и вы все время будете счастливы. Но если вы попытаетесь выяснить, что и почему произошло, то вы полностью запутаетесь и не будете знать, что делать самими собой. Оставьте все в покое. Вселенная знает, что она делает. Ей не нужна ваша помощь. Оставьте все в покое и смотрите, что происходит. Когда вы пытаетесь вмешаться в процесс, то причиняйте себе боль и страдания. Но как только вы оставляете все в покое, в игру вступает истинный «я», «я есть» и берет на себя вашу так называемую жизнь, вашу человечность, чем бы это ни было. И тогда вы окажетесь в нужном месте, где будете радоваться и делать правильные вещи, и все разворачивается так, как надо. По мере того, как мы глубже вовлекаемся в Адвайту, не двойственность, мы обнаруживаем, что с самых древних времен все учения Адвайта говорят нам, что все, что мы должны сделать, это успокоить ум, сделать ум тихим, спокойным, расслабленным. А когда вы успокоите ум, тогда вы будете самореализованны. Все великие религии мира всегда возвращаются к уму, потому что они понимают, откуда приходят все проблемы, откуда происходят все ошибки, откуда возникают заблуждения. Все это исходит от ума. Другими словами, ум должен уйти. Все способы избавления от ума – это метафора. На самом деле, вам не нужно избавляться от ума. Потому что, просто думая об этом, ум становится все сильнее, сильнее и сильнее. Вы сами знаете, что всякий раз, когда вы пытаетесь успокоить ум, он становится все громче и громче. Всякий раз, когда вы пытаетесь удалить из ума мысли, они становятся все сильнее и сильнее. Так каким же способом сделать это? Посмотрите на это следующим образом. Есть стена, воображаемая стена между сознанием, умом и мыслями. Мысли и ум – это синонимы. Когда вы пытаетесь избавиться от мыслей, то упираетесь в стену. Вы заходите в тупик. Таким образом, реальный способ потерять ум заключается в том, чтобы избавиться от стены, а не от мыслей. А так называемые невидимые стены, которые отделяют сознание от мыслей. И вы делаете это не за счет того, что пытаетесь избавиться от каких-то мыслей. Не за счет того, что пытаетесь изменить какие-то мысли или убить их. Вы просто убираете стену. И тогда мысли сами позаботятся о себе или пройдут мимо стены к сознанию. И тогда сознание будет преобладать. Это и будет ваше истинное «Я». Вы можете сделать это, становясь очень спокойными, очень умиротворенными, очень расслабленными, позволяя мыслям делать то, что они будут делать. Не вмешивайтесь в их дела. Просто дайте им делать то, что они будут делать. Если они хотят сердиться на вас, пусть они сердятся. Если ваши мысли хотят что-то рассказать вам о других людях, пусть они рассказывают вам о других людях. Не пытайтесь изменить свои мысли. Просто не реагируйте на них. Вот что вы должны делать. Не реагировать на ваши мысли. Никогда не реагируйте на мысли. Не имеет никакого значения какие-то мысли – хорошие, плохие или нейтральные. Мысли есть мысли. Все они – это иллюзии. Они причиняют вам боль и создают проблемы. Ибо вы каким-то образом как-то отождествляетесь с умом. Хотя наш ум никогда не существовал, вы тем не менее отождествляете себя с ним. Если я попрошу вас показать мне ваш ум, вы не сможете сделать этого. Вы не сможете показать мне ум, где вы его найдете. Тем не менее, мы говорим о нашем уме, как если бы он был чем-то реально существующим. Как если бы он был силой, способной сделать что-то для нас. На самом же деле, ум не может ничего сделать для нас. Потому что он не существует. Таким образом, вы убираете стену, которая кажется находящейся между реальностью и мыслями, умом. Когда стена будет убрана, мысли сами собой упадут в сознание, и вы пробудетесь. Вот так просто. Не нужно проговаривать никакие мантры. Не нужно выполнять никакие формы медитации. Вы не должны делать никакую пранаяму, никакие упражнения йоги. Вы абсолютно ничего не должны делать. Просто избавьтесь от стены, и вы будете дома, и будете свободны. Однако это не так просто, как кажется. Потому что некоторые из нас действительно привели себя в полный беспорядок, и ум стал очень мощным. Таким он видится. Ум стал очень сильным. Он контролирует вас целиком и полностью. Разве это не правда? Посмотрите на то, как вы живете прямо сегодня. Подумайте о том, как шум контролирует вас. Подумайте о чем-то, что произошло сегодня с вами. Когда вы отреагировали на то, что сказал вам ум. И не имеет никакого значения, было ли это правдой или нет. Вы делаете большую ошибку до тех пор, пока реагируете на ум и мысли. И если вы будете продолжать думать о том, что я говорю, если вы будете продолжать размышлять по поводу этой стены, по поводу того, что вы должны избавиться от стены между умом и сознанием, то вы перестанете бороться и реагировать на жизнь. Просто думая об этом, вы не будете больше реагировать на человека, место или вещь. Потому что вы поймете, что все происходящее исходит из ума. Все исходит из ума. Все ваша обусловленность, все ваши системы верований исходят из ума. Все, что когда-либо существовало, все, что существует сейчас, является продуктом ума. Откуда же еще все это берется? Мир такой, каким он кажется, планеты Вселенной, все то, что вы делаете у себя дома, вся работа, которую вы выполняете, ваша система убеждений, все это, подобно сновидению, возникает из ума. Вы видите смертный сон. И этот мир кажется вам очень реальным. Если вы верите, что это на самом деле мираж, если вы начинаете чувствовать, что мир вообще не существует, если вы позволяете ему перейти в сознание, убирая стену, то с вами случится нечто замечательное, нечто грандиозное, как если бы свет озарил ваше сердце, и оно открылось и поглотило ваше тело, ваше прошлое, ваши кармы и самскары. Все полностью уничтожено. Все полностью исчезает, и вы остаетесь, как истинное «Я», чистое осознавание, неограниченное, бесконечное пространство. Вы должны стать безграничным пространством. Когда ум ушел в сознание, тогда вы уже больше не тело. Запомните, тело – это часть ума. Тело, о котором вы говорите каждый день, это часть того ума, который я имею в виду. Это часть воображения, часть ума. Так что, когда ум уходит, то тело не остается. Существует только сознание, которое пронизывает все, которое и есть вездесущность, чистое осознавание. Тогда вы чувствуете себя деревьями, горами, небом, планетами, другими людьми. Вы начинаете чувствовать свое единство со всей жизнью. Вот когда у вас вырабатывается уважение ко всем формам жизни. Вы понимаете, что все в этой вселенной – это вы. Это все вы. Все исходит из вас и возвращается к вам. Вы единственны. Нет никого другого. Нет ничего другого, кроме одного. И вы есть то. Вы думаете об этом, и вы говорите, «Я все еще предстаю как тело». Вот что вы заявляете в вашем теперешнем состоянии невежества. Вот что вы видите с вашей сегодняшней точки зрения. То, что вы выглядите как тело. Но когда вы получите представление о пробуждении, тогда вы без тени сомнений будете знать, что нет никакого тела. У вас вообще нет тела. Тем не менее, кажется, будто вы что-то делаете. Вы кажетесь деятелем. Так кажется другим. Просветленный никогда не бывает деятелем. У него нет тела. Он ничего не делает. Ничего никогда не делалось. Но другим людям совершенно парадоксальным образом кажется, будто просветленный что-то делает. Точно так же, как они. Чтобы понять этот парадокс, вы должны пережить это сами. Только тогда, когда вы испытаете это сами, вы поймете суть того, о чем я говорю. А в настоящий момент это всего лишь слова. Это просто куча слов. Тем не менее, я могу гарантировать, что ничем не омраченное счастье это сама ваша природа. Блаженство это само ваше истинное я. Прямо сейчас. Прямо сейчас вы это блаженство. Ничем не омраченное счастье. Радость и божественная любовь. Вы есть все это прямо сейчас. Вы испытываете что-то, кроме всего этого, только потому, что вы глубоко вовлечены в смертный сон. Он висит на вас с тяжким грузом. Вы должны стать легче. Перестаньте воспринимать мир так серьезно. Не воспринимайте обстоятельства так серьезно. Не воспринимайте людей так серьезно. не реагируйте на человека, место или вещь. поскольку все это начинается с вашей реакции. Вы должны научиться ловить себя каждое мгновение. Ловите себя всякий раз, когда вы делаете ошибку и реагируете на что-то. Замечайте, как вы делаете это и останавливайтесь. Думайте о стене между сознанием и умом. Вы можете представить в уме, как стена разрушается, как она, подобно берлинской стене, разваливается на куски. Вы можете представить, что она полностью разрушена и больше уже нет у вас двоих. больше нет ума и сознания. Ум и мысли ушли в разум сознания, и вы свободны. И по мере того, как вы будете практиковать это каждый день, все для вас начнет меняться. Вы заметите, что день за днем с вами происходят изменения, причем все происходит очень легко. Это самая важная работа, которую вы должны делать. Ничто не может быть более важным, чем это. Сделайте это главным приоритетом в своей жизни. Что может быть более важным? Что может быть важнее, чем найти свое истинное «Я», чем знать свое истинное «Я», быть своим истинным «Я»? Что может быть более важным, чем это? Тем не менее, большинство из вас настолько озабочены своей повседневной деятельностью и тем, что происходит в вашей личной жизни, что вы совершенно забыли то, о чем я говорю, и продолжаете уделять внимание вещам мира, своему здоровью, тому, что вам чего-то не хватает, тому, что вы в чем-то ограничены, тому, что вы испытываете одиночество и много чему еще. Все эти вещи – ложное изображение. Все это вообще нереально. Все это пробудет здесь лишь некоторое время, а потом должно будет уйти. Каждая вещь должна измениться. Даже если вы смотрите на нее с материальной относительной точки зрения. Теперь мы знаем, что каждая относительная вещь в этом мире должна измениться. Весь мир и Вселенная никогда не одни и те же. для вас это означает, что независимо от обусловленности ваша ситуация рано или поздно изменится. Она должна измениться. То, что вы называете страданием, приходит на какое-то время. То, что вы называете человеческим счастьем, приходит на какое-то время. все, что вы вообразили, пробудет здесь лишь какое-то время, а затем оно уйдет. Даже если вы абсолютно ничего не будете делать с этим, оно все равно будет изменяться. Все изменяется. И тогда вы спрашиваете, зачем вообще что-то делать? Почему я должен что-то практиковать? тут дело в том, что если вещи меняются, то одна относительная вещь сменится на другую, тоже относительно. И вы будете переживать относительный мир всегда и вовеки веков. Вы будете испытывать хорошие переживания, вы будете испытывать плохие переживания. В этом относительном мире вы будете переживать самые разные вещи. Такие Изменения – это нормально. Но вам придется постоянно продолжать переживать изменения. И когда вы покинете тело, будет казаться, что вы перешли в другое тело. При этом обусловленности обстоятельства снова и снова будут теми же самыми. И этому не будет конца. Это подобно тому, как одно сновидение следует за другим, и это никогда не заканчивается, пока вы не проснетесь. То же самое и здесь. Когда вы пробуждаетесь, тогда нет больше двойственности. Нет больше ни хорошего, ни плохого, ни больного, ни здорового, ни богатого, ни бедного, ни счастливого, ни грустного. Все это было превзойдено целиком и полностью. И вы становитесь одним из тех редких мудрецов, которые никогда не были рождены, которые никогда не могут умереть, которые не пребывают в расцвете лет. Вы стали ничем. Ничем, который есть чистое истинное «Я». Это и есть причина, по которой Адвайта Веданта, недвойственность, привлекает лишь очень немногих людей. Дело в том, что большинству людей это слишком трудно понять. Большинство людей застряли в том отрезке времени, где они проходят через многие относительные явления, такие как хорошее и плохое, включено-выключено. Эти люди всегда пытаются изменить плохое на хорошее. Они всегда пытаются избавиться от плохого и цепляются за хорошее. Но и плохое, и хорошее – это обман. Вы никогда не должны пытаться делать это. Вы тратите свою энергию впустую. Вы должны использовать свою энергию на то, чтобы стать совершенно свободными и освобожденными. А не пытаться стать миллионером, вылечить себя от всех известных человечеству болезней или сделаться знаменитостью. Все эти вещи уйдут. Все эти вещи приходят и уходят. Вы испытываете то одно, то другое. Вам же нужно стать совершенно свободными. Полностью, абсолютно свободными и освобожденными. Вам нужно знать, что вы всепроникающие. Нет ничего, кроме истинного «я», которым вы являетесь. Ничего другого не существует. Истинное «я» – это абсолютная реальность. Независимая абсолютная реальность. Истинное «я» – это блаженство, нирвана, я есть. Это то, чем вы являетесь прямо сейчас. И это ваша истинная природа. Прямо сейчас. Это реальность прямо сейчас. Не отдавайте свою энергию этому миру. Ибо весь мир – это космическая шутка. Не забывайте об этом. И мир будет высасывать вашу энергию. Он сделает вас слабыми, заставляя вас искать средства для решения ваших проблем. Вы будете идти жизнь за жизнью, делая эти вещи. Время пришло. Нет другого времени. Только сейчас. Сейчас настало время стать полностью свободными и освобожденными. Пробудитесь. Ибо вы никогда не спали. Пробудитесь от смертного сна. Пусть больше не будет ни одного дня, когда вы будете реагировать на людей, места или вещи. Бросьте это. Прекратите. Не реагируйте ни на ваше собственное тело, ни на ваши собственные чувства. Бросьте это. Прекратите. Поймите, кто вы есть на самом деле. И держитесь за это. Не обращайте внимания на время. Не думайте, сколько времени на это пойдет. Ибо большинство из вас уже знает, что никакого времени нет. Время – это относительное понятие. Оно не имеет никакой основы, никакого фундамента. Обратитесь к себе, и пусть вас не волнует время. Чувствуйте себя так, будто времени нет. Это означает, что никогда не было времени, когда вы были человеком. Никогда не было времени, когда вы были грешником. Никогда не было времени, когда у вас было прошлое. Никогда не будет времени, когда настанет будущее. Вы – это все, что есть прямо сейчас. Все, что когда-либо было, все, что когда-либо будет, находится именно там, где вы находитесь прямо в эту минуту. Вы есть то, и это вы. Что вы видите и что вы чувствуете? Вы должны прекратить жалеть себя. Не сравнивайте себя ни с кем. Оставьте мир в покое. Оставьте всех в покое. Оставьте все в покое. Если вы не будете сопротивляться, то ничто и никогда не сможет повредить вам. Если вы не будете противиться обстоятельствам, то обстоятельства не смогут причинить вам вред. Обстоятельства могут причинить вам вред, только если вы будете противиться им. Вы играете в игры. Вы пытаетесь стать чем-то. Вы пытаетесь достичь просветления. Забудьте об этом. Это просто еще одна игра. Вы – это вечное сознание. Прямо сейчас. Вы – это неизменное истинное «Я». И это ваша истинная природа. И это вы. Возрадуйтесь. Ибо вы свободны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok